Французский дом Добрый вечер, дорогие друзья! Творческие люди, они особенные во всех смыслах этого слова. Наверное, творческие люди ближе всего своей душой находятся к Всевышнему, то есть лучше всего его ощущают. Почему? Потому что они проводят его созидательные энергии в этот мир через живопись, актерскую игру, режиссуру или любой другой вид созидания. И, конечно же, своим творчеством люди преобразуют мир к лучшему. Но творческие люди особенные и в том смысле, что в силу своей повышенной эмоциональной чувствительности, в силу своего особенного развития тонкого тела, которое обуславливает способности интуиции и ясновидения, они обладают повышенной эмпатией, повышенным сочувствием. И поэтому нередко творческие люди откликаются на чужую беду, и она становится фактически их личным переживанием. И сегодня гость передачи «Избранный» – человек, который несет на своих плечах нелегкое бремя творческого, выдающегося творческого начала и настоящего вызова судьбы. Этот человек, мы очень благодарны ему за его миссию, за сам факт его существования, является для нас, для всех, примером не только преодоления личных препятствий, но также примером огромного великодушия, огромной сострадательности и постоянной реализации добрых умыслов. Итак, встречайте, это известный в нашей любимой стране актер и шоумен Самат Рамазанов. Добрый вечер, Самат! Здравствуйте! Очень-очень рады мы с Алиханом видеть вас в нашей студии, передачи «Избранный». Ну, у нас каждый гость особенный, и мы всех рады видеть, но вы особенный человек в войне, потому что вы не просто преодолеваете какие-то личные трудности, но вы еще делаете жизнь других людей лучше и счастливее. Спасибо огромное, Самат, вам за это. Действительно, вы большой-большой молодец. И я все-таки хочу спросить, если бы не творчество, вы бы по какой стезе пошли? Или это даже не обсуждается, вы знали с детства, что будете творческим человеком? Ну, если касаемо братья с детства, я, ну, если честно говоря, я хотел быть врачом. Вот, ну, так судьба сложилась, так как мне интересовало творчество, я поэтому со школы где-то рисовал, а после этого, получается, я участвовал в различных мероприятиях, концертов, праздников. Я, у меня как бы за спиной очень много наград, благодарственных писем от нашего города, города Костана. Я, получается, в 2009 году в конкурсе «Звонки и голоса» Костанайской области взял первое место. В 2010 году в конкурсе «Две звезды» Екожилдес, также города Костана, взял второе место. И периодически проводил очень много концертов, праздников, посвященных Дню города и касаемо деток, деток-инвалидов и кто нуждается. Нуждается в чем? Просто финансово нуждается? Получается, проводили очень много ярмарок, касаемо помощи деток. Ну, чтобы было удобно зрителям понять, кто как я, я бы хотел немножко сделать такое пояснение. Я являюсь единственным взрослым пациентом с диагнозом мукополисахаридоз. Это заболевание обмена веществ на генетическом уровне. У нас в Казахстане около 7 тысяч заболеваний, редких, харфарных. Из них является диагноз – мукополисахаридоз. Ну, так судьба сложилась, что у меня тоже такое заболевание. Ну, несмотря на это, я никогда не падаю вдохом, естественно говоря, даже особо не заморачиваюсь. Я всегда только иду вперед, стремлюсь достигать своих определенных целей. Как бы ни было трудно, 9-10 лет я занимался банкетами. То есть, несмотря на какие-то преодоления жизненные, касаемо здоровья, я, можно сказать, в своем родном городе себя неплохо зарекомендовал. Да, вас все любят, знают. Потому что я проводил, касаемо дня города, реабилитационных центров, проводил мероприятия, концерты, праздники. У нас, даже раскрою небольшую тайну, у нас даже был свой художественный круг, и мы выступали с концертом. Группа у нас называлась «Степные напевы» в составе 12 бабушек. 12 бабушек, да. И мы пели про родной край. А вы были тоже солистом? Нет, я был их художественным руководителем. Что здорово! Ну надо же, потрясающе! Сама, скажите, вот я буквально недавно, в декабре, перед Новым годом, был на вашем мероприятии, которое вы организовали для деток с диагнозом мукополиса хоридоз, и было видеть счастье в лице их родителей, как они благодарили вас за эту организацию, сколько подарков вы организовали, создав всю эту команду вашу, и сколько подарков вы разослали по всему Казахстану, чтобы эти детки получили. Как я понимаю, количество деток с этим диагнозом мукополиса хоридоз, их более 50 человек. Да, на сегодняшний день, получается, по статистике, именно с таким заболеванием у нас сейчас составляет около 50 человек. А что это за заболевание, Сама, расскажите. Это, если касаемо по заболеванию, я вкратце, чтобы было понятно зрителям, хочу сказать, что это заболевание обмен веществ на генетическом уровне. То есть это когда один фермент в организме с рождения плохо вырабатывается, и за счет этого в организме накапливаются гаги. И из-за этого происходит изменение. Кто накапливается? Гаги. Ну, накапливается фермент, который не расщепляется. Он не расщепляется, и из-за этого с рождения, получается, происходит небольшое изменение организма, то есть строение костей. У нас, именно касаемо по этому заболеванию, все детки, если заметили, как бы схожи, потому что основные симптомы, черты лица, овал лица, рост, и пальцы. То есть строение пальца. Очень много определенных симптомов, по которым можно решить этот вопрос. Сейчас, конечно, хотелось бы пользоваться таким случаем, сказать спасибо, наверное, государству нашему, именно, что они тоже неравнодушны. На сегодняшнее время все эти детки получают лечение. То есть они все получают обеспечение, государственное бесплатное обеспечение. Лекарствами? Да, лекарствами. То есть это заболевание можно как-то компенсировать, скорректировать? Или они вот этот гормон недостающий получают? Смотрите, я хочу вам сказать о том, что чем раньше на ранних стадиях получают лечение, тем лучше, конечно, для пациентов. Потому что именно если получать препарат в позднем возрасте, конечно, такого эффекта можно не увидеть. Но прогресс в стадии дальнейшего развития, его можно приостановить. Я просто пример приведу, в каком плане, да? По статистике, если не получать данный препарат, как бы лечение, да, дети с таким диагнозом доживают около, до 20 лет. А вот поэтому вы единственный взрослый человек с таким диагнозом в стране. Вот поэтому я хотел сказать, что в виде детей, они немного отличаются от вас. И почему? Потому что я вот смотрю на вас, я никогда не подумала, что у вас этот диагноз, пока вы мне не отправили сообщение и видеофайл с участием вас и других деток. Я просто поражен, насколько вы вполне, 100% здоровый человек, активный, настолько вот жизнерадостный. И если вы мне не сказали бы, я даже не знал бы. Видите, деток, они вот немного отличаются от вас. У них более, я бы сказала, немного хуже, да, это умственная сфера затягивается. Да, да, вот правильно вы сказали. Умственная сфера затягивается, и они неактивны. Я увидела, мне почему-то показалось, что они схожи немного с заболеванием ДЦП. Нет, там видите, структура именно касаемаяся заболевания. Муку, полисахаридоз – это общее понятие заболевания. Но также, получается, этот диагноз делится по типам. То есть есть первый тип, второй тип, третий, четвертый и шестой. У меня второй тип – это синдром Хантера. Но у нас также детки тоже есть таким типом. Третий тип на сегодня в мире не лечится, но прогресс развития по поводу препаратов уже идет на стадии. И хочу сказать то, что, да, видите, касаемо этих гаг, да, по поводу сложенений, да, у кого-то гаги накапливаются там в разных, да, органах. У кого-то, получается, накапливаются больше там в суставах. У кого-то больше гаги накапливаются именно касаемо умственного развития. А, то есть из-за этого болезнь делится на типы, да? Да, да, да. Какой орган больше сострадает, а вот он и входит в тот или иной тип. Ну, также, видите, по мини-это у нас как бы поражены внутренние органы. О том, то, что именно в основном внутренние органы все расширены. Увеличены? Да, увеличены. А скажите, вот какое-то лечение для взрослых людей предусмотрено? Да, безусловно, получается, каждый, что второй, что другой, кроме третьего типа, да, у нас получают лечение. То есть, получается, нужно получать ферментозаместительную терапию. Это мы ходим на систему раз в неделю, вот, и где-то 3-4 часа капнемся. Государство оплачивает, да? По поводу препаратов, да, государство нас обеспечивает. А кто еще есть вот вашего возраста уже? По поводу нашего возраста как бы особо сильно не хочу разглашать, потому что мне нужно их как бы предупредить. Ну, хочу сказать, что у нас есть еще подростки, которые тоже около 20 лет, и девочка тоже у нас есть, тоже, которая около 20 лет. 20 копейка. Ну, вот человек с таким диагнозом, который уже взрослеет, он девушка, да, она может выйти замуж, рожать детей? Или есть опасность передачи? То есть, какой процент передачи? Смотрите. Таких вот генов поврежденных. Да, по поводу вот этого я хочу сказать, что в любом случае основным носителем данного заболевания, так как это является генетическим, носителем являются женщины. А мужчины, как бы, они не могут быть носителем. То есть, это редкий случай. То есть, мужчина может спокойно создать семью, жениться, и дети будут здоровыми. Поэтому я ищу себе невесту метисочку. Такая небольшая реклама. Небольшая реклама, да? Ну, я уверена, что у вас нет отбоя и не будет от девушек. Вы очень симпатичные, харизматичные. Ну, я, если честно говоря, как бы в этом плане еще особо не задумывался, потому что, как вот недавно, вы когда к нам приходили в университет, я также вот учусь в университете Туран. На первом курсе поступил на режиссуру. Почему именно выбрал эту специальность? Потому что я третий год уже в Алма-Ате снимаюсь в фильмах. В фильмах, рекламах, сериалах по приглашению. И вот мне это специально заинтересовало. Хотел бы тоже снимать. Как относятся у нас в обществе к людям? Ну, немного вот особенным, да? Как вы сталкиваетесь с какой-то дискриминацией? Конечно, да. Хочу сказать о том, что, безусловно, наши все детки, они учатся в спецшколах. Ну, как бы, да, чтобы было им легче, удобнее, как бы. Я, конечно, видите, учился, как и все, в нормальной школе. Хотя было трудности, да, как бы, жизненные, да, касаемо там. Ну, это все преодолевалось. Вот, пользуясь случаем, хотел бы сказать, что у меня, видите, с таким данным заболеванием болел мой дядя. Вот, болел мой дядя, и он, может, на то время и подтолкнул меня на то, что, когда вот я у него спрашивал, у него такой же диагноз был, почему, как бы, там нас немножко как-то стесняется, где-то что-то там, может, в стороне говорят. А он у меня тоже такой оптимист был, это, видимо, я у него взял. И он мне такой говорит, а ты вот посиди и задумайся, смотри, если все были бы одинаково, было бы интересно жить? Я говорю, да, наверное, нет. А вот если было бы какое-то разнообразие, было бы жить интересно? Я говорю, да. Ну вот, ты представь, что ты универсальный человек, и ты создан для того, чтобы приносить в этом мире пользу. Я вот как-то действительно вот так вот задумался и думал, а может, действительно, это судьба? Может, действительно, я рожден, чтобы на этом свете приносить какую-то пользу? Конечно. И чтобы быть не просто там сама, да, а быть человеком большой буквы и приносить действительно пользу миру. Вы уже только сама знали о том, что вы помогаете деткам создавать праздник, и вы работаете в революционном центре, да, как я понимаю, для онкобольных? Вот сейчас я по поводу этого вам расскажу. На сегодняшнее время, как бы, являясь студентом, да, я также сотрудничаю со многими, как бы, поддерживаю другие организации неправительственные. И есть фонд Help Today, где руководительницей является Эля Лива. Она создала проект при Институте педиатрии и детской хирургии, проект класса Smart School при спонсорской поддержке Samsung. Они создали там класс, шикарный такой класс, действительно. Они создали там класс, и там у нас есть преподаватели, где с детками занимаются, потому что они там действительно нуждаются в поддержке, да, там, занятиям, потому что они там лежат по полгода. Ну, насколько, знаете, да. И вот, и как раз мы запустили такую программку, они мне предложили, а я говорю, да я с удовольствием, говорю. Я говорю, я с удовольствием буду в вашем проекте, потому что это действительно какое счастье, как раз перед Новым годом быть, причем это в Казахстане впервые, больничным клоуном в Институте педиатрии и детской хирургии, в онкологии и дарить деткам радость. Мы как раз, вот первые дни эмоций деток, я не забуду никогда, когда я оделся в костюме клоуна, предварительно проработал программку, взял микрофончик музыкальный, включил веселые детские песенки, закачал, и захожу такой. И сразу я себе представил кроха. И вот по сей день меня все детки называют крохом. Я вот два-три раза в неделю прихожу, и вот с ними как бы занимаюсь. У нас разные там программки, мы в классе там занимаемся. Ну, очень весело. Ну, несмотря, конечно, на это, что как бы я там занимаюсь, работаю, я никогда как бы наших деток в стороне не держу, я всегда, мы на связи. Вот по поводу фонда, можно, да, вот расскажу? Да, конечно, даже нужно. У нас, получается, фонд основан с 2015 года одним из родителей такого же мальчика, с таким же заболеванием. И, соответственно, он нас всех объединил, собрал в Казахстан, потому что на то время, пока он мне не позвонил, я не знал, что есть такие еще, потому что реально, знаете, очень тяжело, когда ты приходишь, и, ну, у тебя такой диагноз, и ты, действительно, я лечение начал получать поздно, сразу вам скажу. Я не знал про заболевание, что, как, и вот нас вот позвонили, нас вот объединили, и была у нас первая встреча пациентская здесь в Алма-Ате. Я, конечно, подключился, я говорю, без проблем, говорю, я что можно там, даже песни спою. Я говорю, ну, приехали, мы все собрали, я подключился в команде, и вот тогда вот мы уже как стали вот одной семьей с первой встречи, я понял, что надо все-таки развивать эту индустрию по поводу развития фонда. В каком плане, да, я вкратце так объясню для зрителей, да, потому что, видите, многие думают, что фонд – это аккумулятор того, что только сбор денег. Вот, но мы как бы, для начала мы, естественно, собрались, да, у нас фонд развивался, было очень много полезных действий от фонда. В каком плане? Потому что мы, безусловно, в первую очередь занимаемся информационной осведомленностью врачей, потому что у нас врачи, честно вам признаюсь, данные заболевания не знают, не знают, и это, представьте, как тяжело мне, родителям других деток, да, тем более стадия развития, они не знают, что делать, кому обращаться, да, и вот слава богу, что вот нас объединили в одном, как бы в одну семью, да, и у нас также подключены врачи. Сразу хотел сказать. А, кстати, какие врачи занимаются лечением вашего заболевания? Сейчас вам объясню. У нас, получается, институт педиатрии и детской хирургии, отделение соматики, у нас есть врачи. С момента создания фонда они, безусловно, нас поддерживают, они дают консультации. Наши все детки, малыши, они периодически в год по несколько раз ложатся туда, они проходят обследование, то есть они все на контроле. Это вообще классно. Знаете, вот действительно мы вот с усилием, да, мы таких вот, честно вам скажу, таких вот усилий достигли того, что нас реально знают. И самое главное, что у нас врачи уже знают об этом. И сейчас я могу даже с большой гордостью сказать, что также были от лета фонда проведены мастер-классы, также приглашали зарубежных специалистов врачей, что наши врачи не только в Алма-Ате, да, а также в регионах уже знают про данное заболевание. Мы этим работаем, мы вкладываем усилия. И самое главное, что очень замечательно, что эти все встречи, все эти мастер-классы приносят пользу. Потому что действительно хочу привести пример, что изначально, конечно, нас было 38 деток, да, нас было меньше, но так как процесс развития пошел, и уже на радиостадии уже пошла выявляемость деток именно такого заболевания. То есть диагностика улучшается, да, совершенствуется. Да, совершенствуется диагностика. А каким образом можно диагностировать на ранней стадии эту болезнь? Ну, смотрите, на ранней стадии болезнь... Может быть, даже внутриутробный генетический скрининг? Уже да, уже да. Это уже можно сделать на ранней стадии. Ну, также можно, если есть какие-то определенные симптомы, это уже доступно, причем бесплатно. Также родители и детки могут стать анализы. А расскажите для родителей, вот родился новорожденный, по каким симптомам родитель должен определить, что, возможно, такая болезнь у него ребенка, и бежать к врачу? Ну, первый, в основном, симптом – это то, что, наверное, касаемо медицины, да, у нас полностью осведомленность занимаются наши врачи, и они полностью инструктируют. Я со своей стороны, как пациент, общее понятие вам расскажу, что, как бы, не являясь врачом, как бы, я просто не хочу туда... Ну, конечно, да. Я хочу сказать, что основные симптомы – это, конечно же, строение внешности. Самые основные – это черты лица, грубые черты лица и пальчики. Ну, то есть, если так вот смотреть, что у нас, как бы, пальцы можно видеть по пальцам. То есть, как изменения широкие, там, до конца не сжимаются, не выпрямляют. Ну, там много таких нюансов, да. Но у кого-то этот прогресс идет позже, поэтому так тоже просто не определить. Поэтому для этого есть анализы. Для этого есть анализы, которые можно сдать абсолютно бесплатно, они отправляются, проверяются, потом приходит результат, и уже на основании этого можно уже выявлять и заниматься. Самата, в какой стране мира лучше всего диагностируют и лечат это заболевание? Вот касаемо этого, я хочу сказать, что я также в том году побывал в Германии. Впервые была европейская встреча взрослых пациентов с таким заболеванием, мукополис артериодоз в Дюссельдорфе. И меня пригласили как единственного взрослого пациента. Я был там. В октябре я летал, получается, в город Уфу, тоже на встречу арфарников международных. Пятый конгресс был. Знаете, я хочу сказать, что в принципе, я не хочу говорить, что у нас плохо, потому что в принципе везде хорошо, где нас нет. Но прогресс касаемого улучшения в Казахстане у нас продвигается. Я не хочу говорить плохо о нашем Казахстане, потому что все-таки наш Казахстан, как бы трудно не было, да. А где все-таки специалисты в области медицины лучше по этому заболеванию? Что где уже все продумано, уже все налажено? Где наши обучаются? Какие специалисты? А, вот касаемо этого, я вам могу сказать. В этом случае, конечно же, лучше всего медицина у нас идет за рубежом. Это Америка, Германия. И хочу просто привести пример. Мы делаем как? Вот касаемо мастер-класса зарубежных специалистов. Мы в том году, получается, в том году, 20 января, чтобы было удобно нашим врачам, чтобы у них был повышенный коэффициент знания по поводу данного заболевания, были проведены мастер-классы 20 января в том году в Институте педиатрии и детской хирургии, где мы приглашали, могу сказать, очень сильного врача-педиатра данного заболевания, Кристину Лампе из Германии. Ну и периодически, конечно, приглашаем других специалистов, касаемо оттуда, чтобы, с одной стороны, это лучше для чего. Соответственно, одного врача дорого вывезти туда на лечение, как на обучение, чтобы они потом как-то получали опыт. Поэтому наши врачи этим занимаются, и поэтому мы стараемся больше всего оттуда привезти сюда, и чтобы они дали источник того правильного, чтобы осведомленность врачей была повышена касаемо данного заболевания, как правильно лечить. Я сам присутствовал на данном мастер-классе, являясь там взрослым пациентом. Я просто привел пример, и вопросы у меня накопились, соответственно, я задал. Задал вопрос, и тут же получил ответ. Здорово. Это как классно. Мы так делаем, и поменим то, что я был. У нас были и другие детки, которые тоже, у них сложнее ситуации, и тоже нуждаются консультации, советы и качественного лечения. Это все у нас. Самат, ну вот как любое генетическое заболевание, мне кажется, оно зависит от условий окружающей среды, да? А может быть, врачи тоже вам говорили, как можно снизить риск заболевания ребенка такой болезнью. От чего зависит все-таки запуск вот этих генов? Экология неблагоприятная, или мать перенесла что-то, какую-то инфекцию во время беременности, и произошел такой генетический запуск вот этого гена, который отвечает за данную болезнь? Ну, в данной ситуации я хочу сказать своими словами, от этого как бы никто не застрахован, потому что это действительно может быть неожидаемо, хоть и... Вроде все нормально шло, да? Да, вроде хоть семья здоровая, это запуск может быть от гена, там, передача по линии, да, либо при зачатии, то есть это может атмосфера, может действительно экология, то есть от этого никто не застрахован. Но обязательно ли кто-то должен из родственников отца или матери ребенка болеть этой болезнью? Да, нет. Не обязательно, да? Я поэтому и говорю, что есть такие ситуации, что это, допустим, у меня, я могу сто процентов сказать, что у меня по линии, ну, были, да, такие пациенты, да, с таким данным заболеванием, и это передалось по наследству. Значит, должны быть какие-то внешние запускающие факторы. А вы не проводили такого исследования? Может быть, большинство детишек, которые больны этой болезнью, живут в каких-то экологически неблагоприятных районах Казахстана? Что-то вот, потому что, например, есть определенные виды онкологии, которые характерны только востоку или западу Казахстана, то есть в наибольшей степени, потому что там такая экология, например. Ну, во-первых, я хочу сказать то, что у нас на сегодняшнее время дети вот живут в разных регионах. То есть это независимость. То есть нет какой-то концентрации. Нету, нету такой концентрации, потому что у нас есть и на севере дети, да, и на юге, и на западе, то есть и в востоке. И то есть я не могу сказать, что это как бы именно касаемо там экологии. Если бы они бы действительно жили бы в одном, да, и там численность пациентов была бы превышена, чем в других, я бы тогда уже примерно мог точно сказать, что это все-таки, да. Но все-таки, Сомат, большая или меньшая часть детей с таким диагнозом пострадала от какого-то уменьшения мозговой активности, от определенной умственной недостаточности. Насколько много там людей, в принципе, полноценных, как вы? Интеллектуально полноценных, как вы? Так, по поводу интеллекту... Среди детишек, которые больны этой болезнью, сколько много интеллектуально полноценных, как вы? Так, по поводу интеллектуальности и такого, как я, к сожалению, она, наверное, один такой. Вот, ну, касаемо деток, есть, да, у нас детки, которые активные, которым, как бы, я тоже, можно сказать, под свое крыло прорабатываю с ним, с ними, да, там. А у нас вот есть мальчик, Копчега, он, допустим, у нас поет. То есть, когда у нас какие-то там встречи, да, пациентские встречи, мы, соответственно, просим его, чтобы он у нас пел, выделился, как бы, ну, как-то так вот. И, соответственно, каждому ребенку у меня свой подход. То есть, несмотря на то, что, где бы я ни находился, в Астане, либо там, в другом городе, я всегда стараюсь быть там. Уделить обязательно один день, приехать, навестить. Помимо того, что я с ними постоянно на связи, на контроле, мы ведем переговоры, переписку, поддерживаем друг друга. И, соответственно, делаем, как бы, внимание. Ну, прогресс есть, прогресс есть. По поводу того, что детки у нас все-таки получают лечение, и какая-то стадия большого плюса в положительную сторону. Идет. Конечно, я очень рад. И даже сегодня, когда мамочка вместе с бабушкой в чат закинули, что ихний внук занимается с репетитором именно по развитию речи, и когда он первые слова правильно там озвучит и говорит, у нас вот прям от души радость. Мы радуемся. Как бабушка с мамой радуются. Мы каждому счастью радуемся за них. А эти дети, извините, Лиханчик, я совсем перебиваю сегодня, они живут в своих семьях или отказываются от них в роддоме? Или как-то большинство. Нет, у нас все дети, они живут полноценной семьей. Вот, видите, как здорово, что детки, которые с особенностями развития в полноценных семьях, рождают, вот, извините, и слава богу, что их не выкидывают там. С чем я и благодарен. И нашим деткам, и причем каждый родитель, они такой вклад вкладывают в развитие наших ангелочков. И потому что, знаете, порой не то, что я как бы там как лягушка-путешественница, да, я люблю там в свободное время съездить в гости, навестить их. Я вот прям чувствую, что прям вот действительно, я прям рад за них, что они живут полноценной семьей и что получают то внимание, которое они заслуживают. и я тем самым благодарен всем мамам. Здорово. Сама скажите, а есть ли в мире еще центры с этим диагнозом, которые добились больших успехов? Ну, пока только я. Вот, видите. Знаешь, как будто первым в мире. Мы желаем прям удачи. Я жду уже первый фильм, скорее всего, от вас как режиссера, который был связан, возможно, с каким-то заболеванием, чтобы вы раскрыли вот это заболевание всему миру, потому что я с этим становился впервые, когда вот вы написали, я изучил, посмотрел, я был в шоке. А когда я увидел этих деток и увидел счастье в глазах родителей, что они к ним относятся, как к здоровым детям, и действительно вселяют надежду и любовь, это еще двойне приятнее. Поэтому ждем от вас фильма, как от режиссера, который расскажет, заявит всему миру и Казахстану, от детка, который достигает успеха с помощью вас и вашего вклада в их жизнь. Спасибо. У вас же есть задумка о таком фильме? Да, вы знаете, по поводу, есть задумка, я сейчас прорабатываю на сценарии. И вообще, вкратце, да, я хотел бы сказать, просто дополню, да. Вот перед Новым годом, да, благодаря поддержке многих, да, я решил в этом году, чтобы наши ангелочки получили подарки. И были не уделенные, а получили то внимание, которое они действительно заслужили. Я, как бы мне не было тяжело, и так как я являюсь и студент, и первый год, как бы, уже живу в Алмате, я запустил такой проект, киноелка. И где большой благодарностью я был благодарен вам, что вы тогда тоже неравнодушно отнеслись. Потому что действительно, это, знаете, очень мало людей, которые действительно понимают и хотят помочь. И я с большим сердцем от лица всех наших родителей хочу подарить вам благодарственное письмо к Леониду Сарсину за оказание спонсорской помощи, за неравнодушие, искреннее отношение, поддержку, идея, оказание помощи в проведении киноелки с диагнозом муку-палисофридос. Спасибо, спасибо, Сама огромная, очень приятно. И это от лица, получается, наших родителей, от моего лица. Хотел вот вам выразить большое спасибо. Спасибо, конечно, да. Что вы тоже неравнодушны. Я потому что, видите, касаемо того, что на сегодняшнее время наши родители и бывший нас, руководитель фонда больных с муку-палисофридосом, они меня переизбрали, то есть в начале января, после Нового года. И чтобы я стал руководителем фонда, ну, мы, знаете, посовещались с родителями, соответственно, сделали небольшую как бы планерочку и решили, что как бы, если честно говоря, правильно на сегодняшнее время, чтобы не был он благотворительным фондом, а общественным все было. И мы уже подали документы, у нас будет называться общественный фонд пациентов с муку-палисофридозом и других харфарных заболеваний в Казахстане. И мы дали название «Жана Умер», чего в переводе называется «Новая жизнь». Вот, и мы хотим уже, когда на днях получим документы, мы хотим, соответственно, запустить, как бы, и дать новый толчок, новые возможности развития наших деток и улучшения медицины в Казахстане по поводу лечения. Здорово! Дай Бог, чтобы все получилось у вас. Поэтому, действительно, для меня тоже очень большая честь, что я являюсь не только шоуменом, актером, студентом университета Туран, и также буду помогать нашим деткам, редким ангелам. Сама скажите, какая у вас главная мечта заветная? О чем вы мечтаете? Честно? Да, честно. Ну, жениться мы уже знаем. Моя большая мечта это встретиться с Наршалтаном Назарбаевым. С ним просто попить кофе, поговорить. А еще о чем вы мечтаете? Вы знаете, на сегодняшнее время я вообще так как я человек такой, что люблю строить планы и цели, и как мне предсказала и сказала очень великая мудрая дама экстрасенс, вот. Я, кстати, прям все, что она сказала, все получается. Галина Щербакова? Да, Галина Щербакова, да. Я действительно поехала в Уфу. Все, что она как бы вкратце меня озвучила, все действительно идет в процессе, и поэтому я взял себе на заметку и также строю определенные планы. И самое главное, я бы хотел, знаете, действительно, очень много организаций, предприятий, которые занимаются, ведут сбор денег. ну, я хочу, чтобы это не было сильно навязчиво, это не было такого, чтобы мы там ходили, ставили коробки, да, и как-то, не то, что там унижали, да, а чтобы действительно шло от души. и что действительно их спонсорская поддержка, она действительно шла на те цели, которые изначально задуманы руководителем. И для этого сейчас я веду масштабные переговоры с другими неправительственными организациями для ведения прозрачности. И самое главное, у меня такая шикарная программа по поводу, ну, из всех программ, я думаю, одну, наверное, программку вам расскажу, да, я думаю, не для такого секрета, но, конечно, есть у меня такая задумка, я думаю, являясь сам пациентом, и в то же время как бы хотелось бы ненадолго, у меня одних из программ, есть такая программа, это называется волшебные каникулы. Почему именно волшебные каникулы? Потому что вы знаете, что несмотря, что тяжело ребенку, да, и, конечно же, тяжело родителям, и порой охота, чтобы данная семья, кто-то из них был счастливчиком, и в этом году поехал, получил путевку. и сделать такую трансляцию, пусть телевидение будет, пусть даже здесь на студии, либо где-то, да, сделать трансляцию, самую главную честную трансляцию, да, и разыграть путевку, путевку ту же самую Турцию на пять дней, чтобы они, мама и ребенок, поехали на море, то есть, потому что мы сами понимаем, что большинство финансов, родителей уходят на обеспечение лечения, да, потому что у каждого стадия разные, и хотелось бы сделать такую праздную, ну, это такое основное, ну, а другие, конечно, программы уже более-таки интересные. Замечательно. это я с вами поделил. Замечательно. Всему свету, секрету. Меня интересует, вот вы сказали, что в зависимости от стадии требуется больше денег, для ухода за ребенком. А в чем это выражается? Особое какое-то питание, особая диета, Вот, смотрите, я хочу вам сказать, что у нас, допустим, на сегодняшнее время есть диагноз мукополисахаридоз, который даже еще в мире нету лечения. У нас в Кустаная есть семья, и у нее было два ребенка. Одну девочку, к сожалению, мы недавно потеряли. С таким же диагнозом? Да, у нее мукополисахаридоз. Оба ребенка с таким диагнозом? Да, у нее оба диагнозом получается, и третий тип. Третий тип это который не лечится. То есть мы получаем ферментную заместительную терапию, а у них получается нет лечения. И соответственно периодически надо поддерживать ребенка. Тем же самым спецпитанием, чтобы и диета определенно была. То есть если честно говоря, я сам периодически навещал их и видел своими глазами, как действительно тяжело было им двое деток заниматься, воспитывать. потому что все внимание, потому что даже не работая, ну как бы там кто-то из них в семье работает, а все внимание где-то поэтому тяжело, конечно. Ну это очень тяжело. Да. Ну и конечно касаемо то, что у кого-то видите прогресс идет по-разному. И так как у нас получается страдают внутренние органы, у нас где-то получается идет какой-то орозитель по сердцу. Нарушение. То есть идет нарушение сердечной деятельности. Ну да, большинство получается у кого это заболевание в дальнейшем недостаточность. Сердечная недостаточность развивается и от этого погибает ребенок. Ну да, у кого-то сердечная у меня у меня у самого было ну как бы есть именно недоаурторальный сейчас вам скажу как правильно. Если честно стараюсь вот это не учить, чтобы сильно это в голове не откроют. Ну какие-то изъяны по сердцу были, что даже хотели уже два раза оперировать. вот ну слава Богу этого не было потому что видимо сила мыслей молитвами веры надежды как-то всегда выключилась самат я вам от души говорю спасибо за то, что вы реализуете ваше огромное светлое дело миссию с большой буквы за то, что вы человек солнца человек действительно посланник свыше и вы помогаете и помогли и будете помогать очень многим людям даже не просто детям взрослым с таким диагнозом но и людям обычным людям которые много жалуются на жизнь при этом они вполне здоровы да но находят себе находятся в психологии жертвы ругают все и вся вокруг считают что все им должны что жизнь несчастна хотя на вашем примере очевидно очень даже видно что все находится не все но многое находится в руках самого человека по крайней мере его душевное состояние у нас всегда есть выбор даже если человек болен неприятной формой психического расстройства органической депрессии то он может обратиться к психиатру и с помощью медикаментов все-таки более-менее уравновесить свое состояние а большинство людей к счастью не страдает такой формой депрессии но предпочитают жаловаться на жизнь ругать все вокруг себя ничего не созидать а только всех ненавидеть и вот такая деструктивная позиция это их выбор на самом деле это не реальная ситуация это не государство не страна не деньги не здоровье это позиция личного выбора человека и вы тот самый пример когда человек берет ответственность за свою жизнь на себя в той мере в которой ему всевышний допускает вот и поэтому самат я желаю вам огромного здоровья чтобы ваше терпение только укреплялось с каждым днем чтобы ваше сердце еще больше расцветало солнечным теплом любовью и добротой чтобы люди которым вы помогаете в большинстве своем были вам благодарны а на всякий негатив вы не обращали внимания только бы росли духовные мудрили благодаря ему я вам желаю стать великим режиссером в нашей стране стать очень знаменитым большим актером я считаю что у вас получится и мы будем ждать ваших сборных стихов спасибо большое кстати тоже раскрою небольшую тайну так как я в своем городе можно сказать себя немножко зарекомендовал и наш кустанайский известный скульптор лепит мою скульптуру на выставку для музеев по Казахстану здорово здорово и в пользу случаем я бы хотел конечно в первую очередь сказать спасибо не только мне а также у нас есть в нашем кругу член попередительского совета Асия Ибрава это первая мама в Казахстане которая подняла этот вопрос и внесла позыв правильного диагноза в Казахстане потому что она единственная которая добилась лечения своего сына вот и наверное Сармузаку Руслану первому руководителю который соответственно нас собрал и также с нами в команде развивает ну и нашим врачам которые неравнодушны всегда в команде и действительно вот слушая вас да я бы хотел добавить что по поводу психологов да действительно наши детки как бы и родители нуждаются в консультации психологов и у нас мы разработали такой план действий да что в нашем чате у нас есть свой психолог то есть у нас родители могут задать вопросы и они как бы прорабатывают здорово потому что действительно психологическая поддержка тоже нуждается и не только детки но и также и родители всегда у нас с вами дорогие друзья есть выбор в любой ситуации даже если она кажется безвыходной в самом крайнем случае если мы ничего не можем изменить в данной ситуации мы можем изменить к ней отношения и это значит очень много врачами учеными психологами давным-давно доказано что сознание определяет материю и очень многие если не все физические заболевания обусловлены фактором наших эмоций чувств установок и представлений если мы меняем наш внутренний мир внешняя реальность незамедлительно отразит эти изменения выходите из позиции жертвы конечно она удобна и комфортна можно получать сочувствие окружающих до поры до времени пока мы не надоедим им своими вечными жалобами но позиция жертвы никогда не даст вам возможности добиться успеха стать счастливыми или здоровыми в любом случае выбор за вами друзья оставайтесь с нами спасибо субтитры Субтитры сделал DimaTorzok